Никакого ЧП. Жители могут быть спокойны. В Альтиве идёт работа по установке столбов и замене голых проводов на изолированные. Использование изношенных линий приводило к тому, что вольт здесь не хватало. Благо, сейчас ситуация изменится. Эти изолированные провода рассчитаны на обеспечение электроресурсом до 220 вольт. Кроме того, по словам специалистов, СИП лучше выдерживает неблагоприятные погодные условия. Работы Россети Северный Кавказ разбивает на этапы. Этот участок находится на втором. Мы видим, производится работа по установке угловой косины для опоры. Вот сейчас люди наши будут производить работу по выправке опоры и установке дополнительной для усиления данной опоры. Это еще один этап работы, который мы производим на данной территории по реконструкции линий сети. Программа снижения потерь – это техническое обновление, которое затрагивает электричество всей республики. Чтобы обеспечивать население Ингушетии качественной и бесперебойной электроэнергией в 220 вольт, проект входит в замена старых столбов на новые, установка изолированных проводов и счетчиков. У нас уже работы ведутся и проведены уже в сельском поселении Сур-Хахи. И каждого проведена работа. Проведена работа в новостройках и в основных сетях Плиева. Еще продолжается работа там в Барсуке, в Назране городе и Альтиевском округе, где мы находимся. Работа в Гамурзиевском округе, в Сагапшах, в Инерках. Это объем работ, который на данный момент у нас проводят работы люди. Еще дальше будут, конечно, проводиться работы. Это уже следующий этап. После завершения этих работ уже будут переключаться и работы на следующий этап. А в этих так называемых альтиевских новостройках уже установили опоры кабелей СИП. В планах у Ингушетии «Энерго» поставить приборы интеллектуального учета, счетчики. «Мы будем ставить приборы учета, которые онлайн будут показывать у нас. Не надо будет даже ходить. Все будут показания. Виден уже сидя дома. И человек будет видеть, и мы будем видеть. И хотелось бы насчет этого сказать пару слов, чтобы люди не препятствовали. Потому что по согласу законодательству организация энергоснабжающая обязана установить прибор, счетчик, каждому жителю. Не сегодня, а завтра эта работа должна быть проведена». Как заявляет глава администрации, да и сами местные жители, они давно ждали, когда на их улице появится свет. Некоторые даже сами ставили трансформаторы. Чего делать Ингушетия «Энерго» из соображений безопасности категорически не рекомендует. «Люди сейчас начинают уже лицевые счета открывать, чтобы дома оформлять, чтобы за электроэнергию платили. Раньше вообще творилось, что попало. Не трансформаторы не работали, провода обвисшие были, столбов где не было». По этой программе энергетики в одном Альтиеве установили более тысячи столбов и шесть новых трансформаторов. А в Назрани и Альтиевском административном округе уже обеспечили бесперебойным электричеством больше ста улиц. Также Россети отключили старые трансформаторы, которые поставили сами жители Альтиева и Назрани. Их заменили трансформаторами закрытого типа. Как объясняют сотрудники, они более безопасные и их мощность составляет более 600 кВт ампер. Помимо программы снижения потерь, Россети также реализуют проект развития сетей. Туда входит реконструкция линии передачи подстанции. Он осуществляется с 2020 по 2024 год. Хава Газикова, Схабила, Киев. Новости 24.